Сине Мунсал Мать Синем имеет черкесские корни, а отец – азербайджанец, военный. Синем не единственный ребенок в семье, по старшинству она вторая. По служебным обстоятельствам, почти сразу же после рождения дочери, все семейство переезжает в поселок Факея, находящийся в окрестностях Измира. В отличие от многих актеров, в детстве мечтающих о совсем другой профессии, юная Синем не имела иных желаний, кроме как выступать на театральной сцене или же сниматься в кинофильмах. В школьные годы она посещала театральный кружок и занималась танцами. В детстве девочка имитировала сцены обморока. После этого она спрашивала у свидетелей такого падения, поверили ли они, что это было по-настоящему. Получив среднее образование, Синем переезжает в Стамбул. Там она поступает в университет из Кишихира-Османгази на литературный факультет по специальности сравнительная литература. Полученные знания помогли будущей актрисе научиться оценивать своих персонажей. Позже девушка устраивается на работу в одной из издательств младшим редактором. Получив высшее образование, Синем берет частные уроки актерского мастерства. Предложение продюсера сняться в кино пришло еще до полного окончания курсов. В роли Гюнеш в сериале «Венера» она снялась в 2017. На тот момент девушке исполнилось 24 года. Этот сериал не смог заинтересовать зрителей и вскоре был закрыт. Однако Синем своей игрой успела обратить на себя внимание руководство канала. В том же 2017 году ей была предложена роль Гюльсюм Аслан. Синем Унсал в «Черно-белой любви» играет роль сестры Ферхата, до которой по сценарию никому, кроме матери, нет дела. Главные роли сыграли Ибрагим Челикол и Берджи Акалай. У Синем в этом сериале была довольно значимая роль второго плана. В 2018 году турецкая актриса играет роль Севги Гюнай в сериале «Дочка». В 2019 она впервые в жизни получает главную роль. Это назлы в сериале «Чудо-доктор». Ее партнером стал Танер Алмес. Этот проект оказался очень успешным. В результате актриса обрела еще большую популярность и узнаваемость. Также в 2019 году она играет главную роль Летофет в спектакле «История Аллатурка. Раиф и Летофет». Постановка получает две престижные театральные премии. Но самое интересное то, что автором этого спектакля является Мухаммед Узунер, коллега Синем по сериалу «Черно-белая любовь», сыгравший роль Намыка. В 2021 году Синем Мунсал, возможно, когда-нибудь вновь назначается на главную роль. Ее героиня Мефсим была насильно разлучена со своей сестрой. Спустя годы она пытается разыскать сестру. И так Синем Мунсал и Кин Котч сыграют в этом драматическом сериале главные роли. Когда у актрисы появляется свободное время, она предпочитает проводить его в кругу друзей и близких. В одном из интервью Синем заявила, что она вегетарианка. Этого статуса она достигла не сразу, постепенно отвыкая от употребления жиров и белков. Такой рацион питания помогает ей быть полной энергии гораздо большее время, чем ранее. Но есть и свои минусы. Например, сериал «Чудо-доктор» снимали прямо в больнице. В съемках операций использовались живые органы. Актриса долго привыкала, чтобы смотреть на них без отвращения. Как уже было упомянуто ранее, Синем из небольшого городка переехала в Стамбул. Она до сих пор не может привыкнуть к городу с такими масштабами, а также к популярности, которая недавно достигла. Иногда из-за этого она чувствует себя одинокой и беззащитной. Рост Синем-Унсал составляет 1 метр 68 сантиметров. Вес держится на уровне 54 килограмм. Глаза карие, а волосы каштанового цвета. Ближе к середине лета 2023 актриса отметит свое 30-летие. После того, что произошло в мире в 2020 году, она зареклась строить долгосрочные планы на будущее. Она полностью сосредотачивается на задаче, которую надо сделать в ближайшее время и не планирует на три года вперед. Унсал считает, что в ее работе красота стоит не более чем на втором месте. Главными показателями успеха она называет производительность и качество актерской игры, а также умение вживаться в образ, избегая при этом клише. Актриса является пользователем соцсетей. В Инстаграме у нее около двух миллионов подписчиков. В Фейсбуке и Твиттере тоже имеются личные страницы. В ВКонтакте у Синэ Мунсал есть группа российских поклонников. Однако актриса признается, что не особо любит выставлять свою личную жизнь на показ. Поэтому вопрос о ее парне довольно долго не получал огласки. Актерка Иванч Кылынч и Синэм познакомились в 2019 году на театральной сцене. Постепенно их знакомство воплотилось в крепкую дружбу. Позже они заметили, что их дружба переросла в нечто большее. Далее фильмы с участием Синэм Мунсал. 2021 год. Сериал «Возможно когда-нибудь». 2019 год. Сериал «Чудесный доктор». «На злы». 2019 год. Спектакль «История Аллатурка». «Раиф и Летофет». «Летофет». 2018 год. Сериал «Дочка». «Севги Гюнай». 2017 год. Сериал «Черно-белая любовь». «Гюльсюм Аслан». 2017 год. Сериал «Венера». «Пастушья звезда». «Гюнеш». 2017 год. Сериал «Венера». 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 Продолжение следует...